Для этих ребят не страшны пыльные бури, испепеляющая жара, проливные дожди. Они могут добраться в любой уголок нашей необъятной страны, чтобы одними из первых рассказать об удивительных неизведанных местах Казахстана. А вы уже знаете наших любознательных ведущих Антон и Жулбис. В прошлый раз первая съемочная группа отогрелась и оздоровилась на рахмановских ключах, а вторая завершила изучение западной части Казахстана в Устюрском государственном заповеднике. Ознакомились с древней культурой и даже провели ночь как настоящие намады в казахской юрте. Путешествие продолжается и сегодня Жулбис отправится исследовать новое туристическое место – озеро Камыстыбас. А по пути заглянет в музей рыбаков в районе Аральского моря и попробует отыскать знаменитое кладбище кораблей. Группа вместе с Антоном продолжит осваивать Восточный Казахстан. На очереди у них загадочные верельские курганы. Мы попытаемся узнать до мельчайших подробностей, что же скрывает бесценная находка. Не пропустите все самое интересное, а главное следите за нашей программой в социальных сетях по хэштегу AcrossTheKazakhland. Казахстан богат не только полезными ископаемыми, сказочными и природными местами. Наша страна также является сокровищницей исторических и археологических памятников. Одно из таких мест – Берельские курганы. Находятся они в Катон-Карагайском районе в долине реки Бухтарма. Расстояние от центра Усть-Каменогорска до поселка Берель составляет примерно 410 километров, а это 6 часов езды на машине. От села Катон-Карагай проложена хорошая дорога, поэтому добраться до назначенного места можно на любом автомобиле. Берельские курганы. Вот они. Находимся сейчас в Катон-Карагайском национальном парке. И вот это пространство позади меня насчитывает более 70 захоронений, датированные 4 веком до нашей эры. В них находили мумифицированные останки людей, ну, соответственно, скифов и саков, которые населяли Евразийский континент в то время. Так, открытие дало ответы на многие вопросы. Оно имеет мировое значение, так как находки позволили ученым лучше изучить культуру ремесла и историю того времени. А самое главное, можно было провести генетические анализы, восстановить облик людей и животных древности. Впервые эти курганы начал изучать российский ученый-востоковед Василий Радлов. Он раскопал захоронения под номером 1. Оказалось, здесь был погребен знатный человек и 17 лошадей вместе с ним. К слову, число выбрано неспроста. Исследование последующих курганов покажет, что, возможно, все зависело от статуса и происхождения умершего. С тех пор изучение могильника не прекращалось. В период с 1998 по 1999 годы казахстанские исследователи совместно с коллегами из Франции под руководством археолога Зейнулы Самашева организовали международную экспедицию. В результате проделанной работы был открыт самый крупный берельский курган под номером 11. Его еще называют царским. Здесь нашли колоссальное количество предметов быта элиты кочевого племени, населявшего именно это пространство. Ну а также другие интересные вещи и останки и людей, и лошадей, которые сохранились благодаря уникальному эффекту вечной мерзлоты. Говорят даже, что мясо лошадей может быть до сих пор и есть. Надо будет познакомиться ближе. Кого спросить? Музей бы найти? Одновременно с Антоном наша вторая съемочная команда направляется на поиски известного кладбища кораблей в Аральском море. Когда-то здесь жизнь кипела полным ходом. На берегах были расположены порты. Рыбаки не успевали сбывать свой улов. Каждый житель был трудоустроен. До 60-х годов прошлого столетия Аральское море занимало четвертое место в списке крупнейших озер планеты. В один миг все изменилось. Наступила засуха. Говорят, на 200 метров море ушло за одну ночь. На утро люди не узнали своего города. Одни ученые считают, что всему виной человеческий фактор. Из-за неррационального использования вод реки Амударьи море стало мелеть. Другие же твердят, что за 10 тысяч лет Арал менял свои размеры 9 раз. Поэтому можно считать, что это очередной этап смены морских границ. Просто люди немного ускорили процесс. В конце 80-х море разделилось на две части. Малая часть отошла Казахстану, большая — Узбекистану. Которая вскоре разделилась еще на двое. По прогнозам ученых, большое море полностью исчезнет лет через пять. Так, от некогда крупнейшего озера планеты останется лишь его северная часть, которая находится у нас, в Казалардинской области. Многие не теряют надежды на то, что Арал все-таки когда-нибудь вернет свои былые размеры. Аральцы с нетерпением ждут того дня, когда вновь смогут услышать прибрежный шум морских волн. А пока предлагаем вернуться в прошлое и узнать еще больше информации о том, что же хранят в себе берельские курганы. Итак, мы перемещаемся в Восточный Казахстан, Катон-Карагайский заповедник, село Берель. В кургане найдено два захоронения — мужчины и женщины. Ученые установили, что это был скифский князь. Три яруса были погребены, 13 лошадей — огненной масти. Поводья и упряжки были богато украшены изделиями из дерева и покрыты золотом. Сейчас большая часть артефактов хранится в Астане, в Национальном музее Республики Казахстан. Ну а малую часть можно увидеть в Берельском музее. Наш музей может похвастаться тем, что у нас все экспонаты являются подлинниками, у нас копий нет. Здесь у нас идет шкура лошадей, найденных с кургана номер 11, самый уникальный объект. А это, по сути, все экспонаты, то, что вы нашли как раз в курганах. Да, это все полностью именно с Берельских курганов. Фрагменты от шестиных шуб. А сохранились предметы практически в первозданном виде. А все благодаря тому, что древние кочевники специально изготавливали конструкцию с эффектом искусственной мерзлоты. Для этого камни выкладывались в определенном порядке так, что между ними возникала пустота, которую заполняли водой. Через какое-то время она замерзала под землей, тем самым создавая ледяной термос. Благодаря тому, что останки их хорошо сохранились, археологи смогли провести ДНК-анализ. Генетический код мужчины и женщины совпал, а по возрасту она была старше на 20-25 лет. На сегодняшний день было вскрыто 20 курганов. Ученые считают, что все самое интересное впереди. К слову, следите за нашим путешествием в социальных сетях по хэштегу AcrossTheCasachLand. И будьте в курсе самых интересных моментов захватывающего приключения. Тем временем Жулдыз все никак не может добраться до цели. С самого утра наша съемочная команда кружит по степи, а точнее по дну Аральского моря, в поисках хотя бы одного заброшенного корабля. Когда-то их здесь было несчетное количество. Интересна их судьба. Вместе с обмелением моря корабли уходили все дальше и дальше. Больше их число скопилось в поселке Мергенсай. У людей еще таилась надежда, что море все-таки вернется. Поэтому спасть судно никто не спешил. Напротив регулярно проводили техосмотр, чинили, если это требовалось. Долгое время они находились в рабочем состоянии. А когда стало понятно, что море не вернуть, людям пришлось оставить судно пустыне. Так и образовалось кладбище кораблей, которым не раз писали мировые издания. Сегодня в этих местах только перекати поле. Все корабли давным-давно распилили и перепродали на металлолом. Поэтому мы решили не терять времени и отправились в музей рыбаков, что расположен в Аральском районе. Расстояние от Козлорды до Аральска 444 километра. Время в пути около 6 часов. Аральский заповедник пользуется у туристов большой популярностью. Практически каждый день сюда заглядывают путешественники из дальних стран. Мади Жасикенов, директор Краеведческого музея, любезно согласился провести для нас небольшую экскурсию. Трудно поверить, но в этом небольшом домике хранится целая история Аральского моря. Здесь представлены предметы, отражающие прошлое и настоящее рыболовство. В коллекции имеются и раритетные вещи. В основном это снасти, инструменты и предметы быта. Конечно, особый интерес у туристов вызывает коллекция морских обитателей. Когда-то море славилось своей живностью, в воде обитало более 30 видов рыб. Из-за экологической катастрофы многие виды навсегда потеряны, даже для научных исследований. Музей был открыт в 2012 году. Специально называется музей рыбаков. Здесь ценные экспонаты, это все принадлежности и награды наших рыбаков. И, естественно, мы оставили здесь четыре корабля, чтобы оставить для потомства, для наших детей и гостей, туристов нашего Аральска. В музее сейчас насчитывается более тысячи экспонатов. Пожалуй, этот район, как ни кстати, является хорошим примером того, что может натворить человек собственными руками. Это яркая картина самого настоящего бедствия. Складывается ощущение, что все здесь пропитано скорбью. Оно и понятно. Вот вы только посмотрите на эти одиноко стоящие ржавые грузоподъемные краны судоремонтного завода. Когда-то без них нельзя было обойтись на делопроизводстве. А сегодня они возвышаются над горой мусора. Они стали неотъемлемой визитной карточкой бывшего портового города Аральск. Они тут активно работали до 1975 года. В основном сюда приезжали, приплывали судно из Узбекистана, которое перевозили хлопок. А это корабль «Левберг», на котором мы стоим. Он является одним из главных экспонатов музея. Когда-то он выезжал на Арал и исследовали на нем уровень соли. А сейчас это всего лишь груда металла. Тем не менее, корабль хоть и старый, но находится в почете у смотрителей музея. Здесь можно постоять на капитанском мостике и вообразить себя моряком дальнего плавания. К слову, капитан этого корабля давно переехал в Москву. Он безмерно благодарен за сохранность его судна. Не всегда хочется говорить о грустном. Поэтому, чтобы как-то отвлечься, предлагаем отправиться в путешествие во времени. Итак, Антон, тебе слово. Археологические исследования с каждым разом приоткрывают тайную завесу древности. Народ этого края уже в те далекие времена добывал золото, из которого делали тончайшую фольгу и покрывали ею украшения. Здесь у нас фрагменты ткани идут, покрашенные в красный цвет. В основном у них, как бы, они поддерживали цвет желтый и красный цвет. Такое ощущение, как будто бы это мясо. Нет, это, к сожалению, не мясо. Да, к сожалению. Мясо сохранилось, да, у лошадей сохранилось мясо. Шкуры сохранились и травы даже в желудках сохранились, которые они ели перед смертью. И даже они провели эксперимент, они дали попробовать этот кусочек мяса собаке. И собака его села, и ничего даже с ним не случилось. Да ладно. А собака жива до сих пор? Собака тоже жива. Удивительно, но уже в то время берельские ювелиры филигранно выполняли украшения из дорогих металлов. В курганах также были найдены глиняная посуда и изделия из кожи. Историки предполагают, что здесь было смешение оседлой и кочевой культур. А это кто? Это Саки. У нас сакский период идет. Курган номер 16. Рядом было захоронение их 8 лошадей. Ну вот по внешнему виду можно, да, как-то отличить, что он более европейный рас, а она более маголоидный рас. Вот я поэтому и подумал, что это индейство. Да, в то время было принято как бы смешение рас. И вот на одежде у женщины были вышивки из золотых ниток. Получается, ткань все сгнила, они все шутерлисти сохранились. Они у нас в зале золота хранятся. Прямо дыхание веков ощущается. И смотришь, и как будто бы действительно люди смотрят сквозь поколения. Конечно, вопросов на сегодняшний день намного больше, чем ответов, пока не утихают споры о том, кто именно населял эту территорию в то время. Точно так же не утихают разговоры о возрождении уникального Аральского моря. Издревле здесь было развито рыболовство. Ловили как морскую рыбу, камбалу, селедку, так и пресноводную. Сегодня от бывшего Аральского порта до ближайшей водной части 60 километров. Бывшие отменные рыбаки сегодня разводят крупнорогатый скот. Каждый разводит руками, выживать как-то нужно. Аральская катастрофа – беда не только для приближенных мест, но и для всей Евразии. Морскую соль ветры разносят до самого Памира и Европы, уничтожая на своем пути плодородную почву. Точно реагент она топит древнейшие теньшанские ледники. Их площадь уже сократилась практически в два раза. Но несмотря ни на что, люди не теряют надежды. Более того, Казахстан делает многое для того, чтобы Арал вновь заплескался. И первые шаги были предприняты еще в 1992 году. Сегодня не только власти работают над восстановлением моря, но и неравнодушные жители славного Арала. Как много требуется ресурсов и затрачивается, если у вас есть такая информация, на восстановление моря? И какие-то сроки вообще, ну хотя бы предположительные, есть расчетные, проектные данные, так назовем, да? Когда оно может восстановиться, хотя бы так, как вы вначале на экскурсии рассказали? Нет, нет. Я же когда говорил, что у нас в 2005 году завершили стройку, вот эту первую фазу, перемычка, како Аральская перемычка, плотина, она 13,5 километров. То есть мы восстанавливаем Дарью, через Цирдарью восстанавливаем Малое море. То есть теперь Аральск находится выше, чем эта дамба, которая построена. Теперь сейчас проектов очень много. Наверное, ученые сами остановятся на каком-то одном из проектов. Если поднять Кокоральскую плотину на 6-7 метров, то есть шанс, что уровень Малого Арала вырастет на 48 метров, а объем воды на треть. Другой вариант – построить в районе Саршаганак еще одну дамбу. Так можно создать еще один водоем в районе Аральска, который также постепенно можно будет увеличивать. Напоминаем вам о конкурсе. Выложите фото тех мест, где побывали наши ведущие, в социальную сеть под хэштегом AcrossTheKazakhLand и получите шанс выиграть цены и призы. А теперь эстафету принимает Антон. Большинство раскрытых берельских курганов по своему археологическому типу относятся к пазырыкской культуре. Ее представители – смешанное кочевое население, по внешнему виду относятся к европеоидной. Но в некоторых случаях поступали и черты монголоидной расы. Верили они в небесных покровителей, почитали умерших, высоко ценили оружие и лошадей. Специалистам удалось воссоздать копию коня, найденного в кургане номер 11. Животное принадлежало князю, соответственно, и украшено было позолоченными изделиями. Данный макет был представлен на выставке «Экспо-2017», которая проходила в Астане. Сделана точная копия седла с кургана номер 10. Тут идет у нас изображение, как барс нападает на Архара. Эту сценку мы прозвали «Сценой терзания». Почему «Ошная терзания»? Да, у них, в общем, надевали на них такие маски, из войлока, из кожи, покрашены так же, вот в красный цвет, и устанавливали рога Архара. Они, как бы, почитали Архара в основном. Есть легенда, что вот только солнце исчезло, и Архар, забравшись на вершину горы, своими рогами, понял, что он забрал небо. Легенда. Да, они, как бы, ее почитали. Скорее всего, от этого они вырезали его из дерева и покрывали золотой фольгой. Украшения выполнены в зверином стиле, который был свойственен многим древним культурам. Ученые считают, что это отражение целого мира и представление о нем. В основном люди использовали изображения хищных животных, птиц и фантастических существ. Еще есть мнение, что это своеобразный язык, который пока еще не исследован наукой. В основном, как бы, встречается грифон, и там, вот этот вот грифон, это мифическое существо, там идет изображение нескольких хищников. Это туловище барса, клюв, крылья беркута и рога архара. Они, получается, самых сильных объединяли в одно и устанавливали на стандарте вождя. Они верили, что эти силы, как бы, переходили именно в вождю. А во что верят современные люди, мы узнаем прямо сейчас. Жулдыс и вся съемочная команда уже ближе к вечеру добрались до озера Камыстыбас. Знакомьтесь, озеро Камыстыбас, Аральский район, Козлординская область. Длина 26 километров. Глубина примерно 16 метров. Вода по прозрачности не уступает усыкулю. Тут нет привычного ила или глины. Дно будто высленно обожженной черепицей. О Камыстыбасе знают немногие, поэтому особых условий здесь нет. Однако место пользуется большой популярностью у местного населения. Летом сюда съезжаются жители со всех ближайших поселков. Не прочь провести свои выходные здесь и козлординцы. Вот и мы решили остановиться и немного передохнуть после долгой дороги. Да и, признаться честно, жара Мангыстал немного выбила нас из сил. Вода в озере кристально чистая и лечебная. Этим она и привлекает большинство туристов. Озеро находится в 86 километрах от города Аральск. К слову, это самый крупный водоем в аральской системе озер. На сегодня это лучшее место для отдыха в Козлординской области. Купальный сезон начинается еще в середине мая, заканчивается в сентябре. Главное преимущество озера – его расположение. Всего 5 километров от автомагистрали Западной Китай – Западная Европа. Поэтому здесь часто можно встретить дальнобойщиков или просто проезжающих мимо туристов. Вот только сегодня здесь почему-то не души и как-то скучно. Может, у Антона есть что-то поинтересней? Берельский некрополь располагается в живописной долине на высоте 1120 метров над уровнем моря. Здесь царит необычайно спокойная атмосфера и полная тишина. Местность со всех сторон окружена величественными горами. Древние люди верили, что на вершинах обитают боги и души предков. Возможно, именно поэтому для захоронений была выбрана эта долина. Посмотрите, посетить этот музей, у вас простой турист, путешественник. Как он это может сделать? Как он может до вас добраться? Именно в наш музей? И Курганы, и ваш музей? Есть какие-то экскурсии, может быть? Да, у нас, видите, туризм в нашем районе очень хорошо развит, и поэтому очень много туристов у нас, как бы есть проезжающие, которые едут в базы отдыха, есть специальные, которые к нам приезжают, очень много приезжает школ у нас. То есть в предыдущем можно просто приехать и сказать, «Здравствуйте, я хочу посмотреть». Да, у нас рабочее время с 9 до 6, но хоть и после 6 приходят, мы все равно открываем музей, показываем, без выходных мы работаем. По преданию, Алтайский край был колыбелью тюркского мира. Раскопки продолжаются по сей день. Пока археологи отыскали только 70 курганов, но они уверены, что под землей прячутся еще несколько десятков. Берельская земля несказанно богата и окутана тайнами, разгадывать которые придется еще и нашим будущим специалистам. Вот и озеро Камыстыбас. Еще долгое время ученые будут выявлять все его целебные свойства, а жители его уже сравнивают с Иссыкулем. Ученые жители озера Камыстыбас обладают целебными свойствами. Мелкие ссадины и рамки заживают прямо на глазах. Действительно, вода очень мягкая и удивительно прозрачная. Ученым этот водоем не до конца изучен. Состав воды и происхождение озера все еще остается загадкой. Вода в озере солоноватая, по своему составу схожа с морской. В 2016 году на побережье открыли детский лагерь и пансионат на 100 мест. Обустроили пляж и организовали несколько водных развлечений. Берега песчаные, местами каменистые. Пляжи пологие, удобные для купания. Порадую заядлых рыбаков. Тут водятся почти 20 видов разной рыбы. Это сазан, щука, карась, сомб. В общем, перечислять можно долго. Вот такой вот рай в Казлардинской степи. Местные власти планируют построить на озере туристический центр. И проработать тур-программу с ближайшими историческими местами для отдыхающих. В озеро Камыстыбас впадает река Сырдарья. Зимой и летом вода в озере на одном уровне. Туризм в этом районе мы начали развивать с 2000 года. Помогают нам в этом местные предприниматели. Мы выделили 494 гектара земли для туристической базы. Сегодня с нами сотрудничают 27 бизнесменов. О том, какие условия создадут для отдыхающих, мы расскажем вам в следующий раз. А пока нам нужно продолжить наше путешествие. Совсем скоро мы откроем сакральную карту Южного Казахстана. Следите за нашим трипом в социальных сетях по хэштегу AcrossTheKazachLand. А на сегодня это все. Мы разузнали и рассказали вам как можно больше о том, какие тайны хранят беремские бурганы. Мы побывали на Дне Аральского моря. Убедились в том, какое горе может принести неразумное использование природных ресурсов. Попытались отыскать уже мифическое кладбище кораблей. Ну а в завершение освежились у чудесного озера Камысты-Бас. Надеемся, наше приключение для вас было таким же захватывающим и неповторимым. Следите за летним трипом Антона и Жулдыс во всех социальных сетях по хэштегу AcrossTheKazachLand. Увидимся совсем скоро!